В посёлке Восточный Черновского района мимо стадиона уж точно не проедешь. Сегодня здесь, на большой ледовой арене спортивного комплекса «Шахтёр» работает небольшая команда ледоваров. И у них свои профессиональные секреты и своя, проверенная временем, технология заливки. В 2007 году, когда стадион построили, назначили на работу, к нам специально на заливку приезжали с городского спорткомитета, куратор приезжал тогда, Владимир Иванович Кузнецов, и он прямо мы заливали круглосуточно, вот этот первый лед. И вот этот куратор даже здесь ночевал в машине с нами полностью, помогал, объяснял нам всё, рассказывал, чтобы ни шишек, ни ям на льду не было. Почему лёд варят? Для стадиона нужен так называемый чистый лёд, он крепче. Для его получения на верхний слой льда наносится тёплая вода. Отсюда аналогия с варкой. Трещины во льду заделываются уже вручную, с помощью воды и снега. Сначала подготавливается площадка, земля пропитывается, и надо, чтобы она замёрзла сырая, чтобы лёд не трескался зимой. Потом заливается, пропитывается земля, заливается неровный лёд, а потом выравнивается машина. Машина для заливки льда представляет собой модификацию автомобиля ЗИЛ. В Чите всего две таких машины. Для заливки стадиона размером 60 на 90 метров расходуется 18 тысяч литров воды и 6 часов времени. Лёд, благодаря январским морозам, крепнет практически сразу. Два раза в неделю постоянно приезжает машина, и, значит, по три бочки, по шесть кубов мы два раза в неделю задываем. Вторник, пятница. С профессиональным праздником читинских ледоваров сегодня вечером поздравят все, кто каждый день гоняет здесь шайбу и крутит пируэты. На стадионе тренируются местные хоккейные команды и катаются все желающие. В прокате больше ста пар – от 28 до 48 размера. После заливки трещинки и бугорки остаются под тонким слоем льда. Остается дождаться погодного дня и приходить кататься сюда бесплатно. Юлиан Тимофеев, Константин Васильев, РТК Сбайкалия.